Добрый день, друзья, всем. Это программа «Городские тюды» на канале «Абакан-24» в студии Олега Коломогорова. Речь сегодня пойдёт об удивительных природных дарах и, наверное, всё-таки химической науке и эфирных маслах. Расскажут нам о них сегодня специалисты по эфирным маслам Оксана Валькова и Марина Олейникова. Здравствуйте, ароматерапевты, наверное, правильно было сказать, да? Добрый день. Давайте сначала вводную матчасть. Что такое эфирные масла, что такое вообще эфиры, почему масла называются эфирными? Расскажу. Эфирные масла – это природные, органические, летучие соединения, которые содержат в себя биологически активные вещества. Их может быть от 50 до 800. Всего насчитывается у нас 400 тысяч растений в нашей флоре, и только 3000 из них являются эфироносами. То есть что такое эфиронос? Это когда в растении содержится ароматическое вещество. В специальных таких пузырьках находится жирное вещество, вот как раз, да, которое даёт аромат. Ну, то есть процент очень мал среди всей флоры. Вот. Ну, допустим, я так понимаю, например, когда там я прихожу в аптеку и смотрю там, значит, эфирное масло, яблоневый цвет или сирень, то это полная чушь, такого не бывает, получается. Все, знаете, есть фрукты там, арбузы, дыни, яблые. Они не являются эфироносами, можно прям, ну, на любом ресурсе, интернет-ресурсе, да, посмотреть эфироносы и сразу понять, да, что перед нами. Либо это, ну, природная составляющая, либо это уже какие-то... Химические подделки, да. Да, сейчас. Тогда давайте так, каким способом выжимают эти эфиры и добывают, каким способом производят эфирные масла? Есть четыре на данный момент способа. Два из них очень распространённые. Первый способ – это паровая дистилляция, да, когда либо там веточки, либо цветочки, либо листики, их помещают в специальную ёмкость и паром отделяют как раз, да, масленичную часть эфирную от основного сырья. Вот. Есть мацерация, то есть это когда обмазывается специальными там жирными веществами. Определённый вот, ну, эфиронос, да, и потом с помощью там углекислоты, либо там другими способами, да, выпаривается именно уже масло. Вот. Ну, это два самых распространённых способа, которые сейчас у нас в мире используются. Производство применяется. А скажите тогда, а вот само название там масла, они действительно масляные вот эти вот вещества, про которые мы говорим сейчас? Ну, то есть вот они как вот, ну, то есть вот я беру, ну, какое, кукурузное масло, не знаю, подсолнечное масло, оно жирненькое, да, но… А здесь что мы видим? Мы тоже на ощупь, если вот мы его пощупаем, то оно каким будет? Ну, эфир. Эфир мы же даже не можем пощупать, да? Да, вот. Мы в эфире. Эфирные масла – это тоже, а здесь отличие, да, и жирные масла мы можем употреблять в пищу, мы можем намазать их на себя. Эфирные же масла, они рассчитаны на наше обоняние, мы воспринимаем их при помощи обоняния. Для чего обоняние нужно человеку? Для выживания, да, и, например, мы можем понюхать суп и понять, что он прокис, да, и наш мозг, он говорит, опасно, потому что можно отравиться, да, мы выбираем себе по аромату нашего партнёра. То есть эфирные масла, они воздействуют на нашу лимбическую нервную систему, на наше подсознание. И вот мы работаем именно с подсознанием человека, с его эфирным телом. Вот смотрите, пока готовилась к эфиру, для себя выписала свойства эфирных масел. Друзья, вы сейчас удивитесь. Антибактериальные, антисептические, противовоспалительные, антивирусные, иммуностимулирующие, антиоксидантные, адаптогенные, гормонорегулирующие, воздействие на центральную нервную систему, воздействие на эмоции, воздействие на наше тонкое тело. Гиперпротекторная функция – это когда нам масло помогает как можно меньше стареть. Обезболивающее действие, антисклеротическое, антиканцерогенное, антипаразитарное. И это ещё не всё, наверное, потому что ещё куча-куча воздействий всяких. И посмотрите, как действительно целая аптека, которая при этом приятная аптека на самом деле. А есть какие-то противопоказания, кстати, в эфирных маселах? Давайте сразу так, чтобы потом нам не говорили, что ага. Конечно, есть, да, есть индивидуальная непереносимость. И второе, есть масла сами по себе, которые, ну, не очень безопасны в высоких дозах. То есть таря, там, полынь, да, тысячелистник. Это очень, ну, у них очень много в них соединений, они очень летучие, поэтому они по-разному могут воздействовать. От 30 до 800 соединений, да, и они, ну, по-разному могут воздействовать на человека. Ну, в большинстве вообще случаев индивидуальная непереносимость встречается не часто. А потому что это же всё-таки продукт природы, и мы дети природы. Потому индивидуальная непереносимость, она, скорее, может быть вызвана синтетическим маслом. Те, которые вот за копейки продаются в аптеках. А почему, кстати, вот такая тема. Ну, если, наверное, беременные там, и, может быть, люди, которые страдают каким-нибудь там заболеванием, типа эпилепсии, наверное, тоже с осторожностью, скажем. Не то, чтобы совсем противопоказано, да, а с осторожностью. Смотрите, вот масла. Почему? Я захожу в аптеку, вижу там масло какое-нибудь, ну, я не знаю, там, чай на дерево, 145 рублей. Вообще, может ли масло, давайте о качестве немножко. Качественное масло стоит вот такие копейки. А если оно стоит дороже, то почему, по какой причине? Смотрите, для того, чтобы добыть вообще, да, вот эфирное масло, ну, например, чтобы добыть, там, не знаю, там, 10 миллилитров ладана, да, нужно, там, 100 килограммов смолы. Ну, то есть тут сам факт, или там, чтобы добыть не роли масла, это масло из цветков, ну, масло дикого апельсина, да, так скажем, из соцветий. Вот, там нужно, там, не знаю, 800 килограммов, чтобы добыть, там, 10 миллилитров масла. Ну, то есть, когда сырья много, да, еще из растений, которые у нас, например, здесь не произрастают, конечно же, цена не может быть 145 рублей, потому что есть и логистика, да, ну, и плюс сама закупочная стоимость сырья. Отличить масла настоящие от ненастоящих. Ну, скорее всего, человек, который не в теме, да, эфирных масел, там, в аптеке, он, вот, там, понюхав крышечку, да, он не сможет. Вот, но есть ряд, да, то есть это обязательно должны быть в темном стекле масла быть все, а затем они должны быть обязательно с пиктограммами, с латинским названием сырья, да, из которого эфирное масло. Еще один такой косвенный признак – это, конечно же, когда мы эфирное масло любое капаем на салфетку, да, оно при испарении, когда оно улетучивается, оно не оставляет следов ни на одежде, ни на, там, салфетках, ну, нигде. Вот, а масла, которые разбавлены, либо же синтетические, ну, то есть, как мы называем их восстановленные, да, они оставят и след, и терапевтического действия они иметь не будут. То есть, если вы покупаете масло в аптеке с целью, там, просто ароматизации, понюхать что-то, ну, и то не будет работать, то есть это просто вот, ну, чем-то как-то пахнет, да, терапевтических действий, вот, которые вы перечислили, они иметь не будут, не будут воздействовать ни на наше подсознание, ни на наше эфирнете. Ну, навредить они, кстати, могут очень даже легко, как раз вот эти все аллергии и прочее. Ну, да, 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 потому что я часто, кстати, слышу от людей, ну, там, допустим, там, ну, вот ароматерапия, а у меня аллергия, и вот, ну, люди, ну, потому что, видимо, разграничений, ну, не видят, и вообще у нас, как бы, у нас ароматерапия в стране, ну, я считаю, только, несмотря на то, что вроде бы и масла появились давно, да, я считаю, что только делают первые шаги ещё, на самом деле. Вот я, по большому счёту, это не очень ещё популярно, люди ещё только знакомятся. Ну, будем надеяться, что это действительно только первые шаги и всё впереди. Это же здорово, когда всё впереди, такое большое впереди, большая такая жизнь, да. Сфера применения, где можно применять масла? Ну, вот если вот просто я, скажем так, купила я масло какое-нибудь, где я могу его применить там, где? Ну, это, наверное, ну, ванну я могу с ним, могу принимать, да, конечно. С эмульгатором только, так не стоит лить просто воду. Накапать его на соль, да, чтобы оно впиталось, затем растворить, либо в молоко. Ароматизировать соль, да, или молоко, или что-то. То есть обязательно, чтобы... Света на некоторые женщины, да, 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 чтобы оно там растворилось, потому что масла эфирные, они в воде не растворяются, и они тогда могут обжечь кожу. А не легче, да, потому что, чем вода, они такой плёночкой растекутся, наверное, на этой поверхности. Ну, что ещё там, ангаляции, наверное, так же, как... Ну, например, вот у меня вчера ребёнок приболел, да, у меня первое. Ну, мы как бы вообще ушли от аптечной химии после того, как начали эфирными маслами пользоваться. Это диффузоры, это, пожалуйста, вы можете создавать ароматизаторы для дома, для машины. Пожалуйста, если мы добавим в базовое масло определённые эфирные масла, это будет чудесный эффект для кожи рук или для кожи лица, да. Эфирное масло лаванды мы можем в чистом виде наносить на ожоги, оно мгновенно регенерирует кожу и снимает боль. Сразу все болевые ощущения, жжение уходит. Да, капелька мяты растёртая, да, растёрли в ладошечках и на виски нанесли. Вот буквально мы на семинаре были вчера, Марина проводила, было душно, все устали, и мы предложили нанести девушку, говорит, болит голова, нанесла она на виски мяту и через несколько минут... Какое чудо, масла правда работают, головная боль пришла. Для неё это было бы, конечно. И честно признаюсь, я, конечно, тоже пользовалась в жизни эфирными маслами. У меня было ни одного случая, чтобы эфирное масло не сработало. Это правда. Ни одного вообще. То есть и в своё время там у меня были какие-то боли внизу живота, и я их прекрасно... То есть я всю жизнь пила какие-то анальгетики, всю жизнь. И вдруг мне один человек говорит, попробуй вот масло в своё время. И я несколько капель масла Мелиссы, обычный какой-нибудь крем совершенно дешёвый, да? Ты его размазываешь, и от чуда боль проходит и больше не возвращается. А после таблетки она может ещё пару-тройку раз вернуться, ты пьёшь дополнительные таблетки. И для меня это правда было просто очень удивительно. Друзья, 2261 номер нашего телефона. Если у вас есть вопросы к нашим гостям, разговариваем сегодня об эфирных маслах, об их применении, о том, что это такое, как они воздействуют на наше здоровье в том числе, и вообще на всё воздействует, в каких сферах можно применять. Звонить, звоночки я приму. Давайте ещё немножко вот такое. Вот есть какие-то масла 3-4? Потому что, ну, дорогое удовольствие, давайте честно скажем, да? А вот масло 3-4, есть звоночек. Ну, это может быть звоночек такой. Говорите. Алло. Да, говорите. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, Татьяна. Скажите, пожалуйста, в домашних условиях можно основного масла сделать? Той же мяты, например. Нет, конечно. Нет, это химический процесс сложный достаточно. Нет, если у вас дома есть паровой дистиллятор, то в принципе можно. Если есть паровой дистиллятор, то в принципе можно. У нас, кстати, когда-то в своё время, если говорить об истории, у нас Вера Арсеньевна Баландина, которая была прародительницей нашего города Черногорска, она устраивала, в лаборатории у неё была мечта гнать масла из местных трав. Да, в Минусинске у неё был участок, она купила этот дистиллятор уже после советской власти, она уже была, как бы, так уже, у неё денег не было, она взяла кредит, взяла вот этот дистиллятор, привезла сюда, и здесь она вырабатывала эти масла. Но потом бедняцкий комитет решил, что её как классового врага нужно выгнать с этой территории. Она уехала в Москву к себе, дистиллятор кому-то отдала здесь и думала, что продолжит её дело, но так ей ничего не было. Наши соседи вот в Туве, да, у них есть производство эфирных масел, вот они прекрасные тоже масла делают, не буду называть там бренд, бренд, в принципе, кто хочет, тот найдёт. Найдёт, да, да. Ага, вот смотрите, несколько... Есть ещё звоночек у нас. Да, говорите. Алё? Да-да. Но ведь мы в домашних условиях делаем облепиховое масло. Мне кажется, если листочки мяты положить в тот же крем, и какие-то масла и перейдут в этот крем. Ага. Спасибо. Вот почему это вот всё происходит, почему вопрос такой Татьяна нам задаёт, а всё потому, что в названии словом «масло». Вот. В принципе, можно и листик мяты в крем положить, там что-то, наверное, скорее всего, там какой-то... Ну, сук выдуйте. ...какой-то там, ну, очень мизерный, там, тысячный процент масла там получится просто, чтобы получить 10 миллилитров эфирного масла мяты, да, нам нужно использовать, например, 200 килограммов листьев, чтобы, ну, все вот эти вот, ну, из эфироноса масло выделить, да, его отпарить, и он разделится на гидролат мяты тогда, да, и на эфирное масло, то есть тогда возможно. Ну, то есть вы себе точно не навредите, если вы листик мяты там положите в крем, но и особой пользы, ну, не получится, не почувствуете. И потом, Татьяна, смотрите, Марина уже сейчас сказала нам, чтобы определить, масло есть настоящее или нет, или это какая-то подделка, да, там, разбавленная неизвестно чем. Просто капайте масло на чистый лист бумаги, например, да, и оно, испаряясь, не оставит жирного следа. Это значит, что жира в нём как такового, вот вы говорите, облепиховое масло. Облепиховое масло – это всё-таки масло в полном смысле его... Которое в плодах содержится. Ну, конечно, ну, нужно так, да, это... То есть вот всё это, семечко там ещё, там же всё это... И там, конечно, масло. Три-четыре масла, с которыми можно идти на очень серьёзные проблемы, вот чтобы дома какую-то себе такую мини-аптечку сделать. Какие бы советовали бы вы, девчонки? А для чего? Ну, какое мы хотим? Тут они, видите, спектр очень велик. Ну, какие-то вот, я не знаю, ну, может быть, вот масла, они же... Одно масло может обладать многими свойствами, да? И, соответственно, ну, вот какие-то, может быть, я не знаю... Универсальные масла, которые на всех случаях жизни, да? Да, которые очень много проблем могут решить всё-таки помочь. Например, можно взять масло чайного дерева, да, масло, которое необходимо в каждом доме, и его используют и для бытовых нужд. Вот, например, вместо токсичной хлорки, да, можно капельку масла капнуть в воду, ну, предварительно, да, щепотку соли туда, в воду, и этой водой мы моем, она беззараживает, это масло чайного дерева, беззараживает лучше спирта чистого, такими свойствами обладает. Также это масло в чистом виде можно наносить на кожу, на какие-то прыщички, на какие-то ранки. Масло лаванды, которое, вот я уже говорила, да, ожог любой, тоже в чистом виде наносим, оно тут же снимает боль и способствует скорейшему заживлению ожога. Плюс ещё расслабляющее, это масло релаксант, да, оно успокаивает детей, детям капнули, там, на ватный диск даже положили в комнате, дети засыпают как по маслу. Да, масла лимона и апельсина, вот, например, те, кто работает в офисах, либо можете проверить на своих близких, если атмосфера напряжённая, в офисе, либо дома. Апельсинчик, лимончик взяли, и тут же можно наблюдать, как само пространство, вся атмосфера меняется, наполняется жизнью, наполняется радостью, поднимает настроение и очень расслабляет. Вот там, где атмосфера накалена. Какие ещё мы можем масла взять, такие универсальные? Эвкалипт, хорошо при проблеме с лёгкими, прям на подушку капнули капельку, легли спать, даже если малыш заболел, да, просто капельку рядышком с ним капнуть, одну буквально, если ребёнок маленький. До трёх лет масла не рекомендуется использовать, потому что их лимбическая система ещё не сформировалась. А взрослые люди, пожалуйста, капнули, и очень хорошо эвкалипта масла работает с лёгкими. А если мы говорим об энергетическом воздействии масла на человека, то те, кто стесняется выступать, например, на большую аудиторию, что мы сделали сегодня, например, да, взяли каплю эвкалипта и нанесли её вот сюда, на наш горловой центр, это помогает речи спокойно, лица течь. Течь, да. У женщин ещё, можно добавлю, да, масло почули в крем. О, да, в крем. Это лифтинг-эффект, это антивозрастной эффект, это ровность кожи, там, если почули ещё с сандалом, то это через, там, три недели, да, вы очень удивитесь, глядя на себя в зеркало. Кстати, да, вот практически любое масло можно капать в крем, да, хорошее качественное масло для женщин. Обогащать. Да, женщины звонят, да, нам поступают звонки от женщин, потому антивозрастными свойствами обладает масло герани. Оно используется и в крем, и просто дышать, помогает проживать климактерический период, хорошо облегчает его. Ну, такое масло мама, которое окутывается миобъятиями. Я, например, от себя ещё могу посоветовать, как пользователь, просто масел, не как специалист, но если у вас, дорогие женщины, дома вы живёте, и вы ещё есть у вас мужик, то это масло фенхеля, потому как себе вы его можете добавлять тоже в крем, оно очень хорошо увлажняет кожу, поддерживает, торгот, да, лифтинг-эффект оказывает. А мужику просто снимите похмельный синдром, если что. Вообще максимальный детоксикант выводит токсины, масло фенхеля прекрасно. Также масло тмина, эфирное. Есть жирное масло тмина, а есть эфирное масло тмина. Как и фенхель, такие же свойства. Чётко, да, Оля? Вообще, про фенхель я забыла. Ага, а значит, давайте немножко о маслах таких королевских поговорим. Ну, это роза и жасмин, это абсолютная, да, правильно я говорю сейчас всё, ничего не перевернула. Есть ещё. Вы меня останавливайте и добавляйте, если что, потому что... Пусть у нас всё прям... Да, не специалист далеко. Вообще, почему эти масла настолько дороги и вообще, что такое абсолютное масло? Почему абсолютное? Абсолют – это масло высшей концентрации. То есть для того, чтобы получить масло розы, да, их тоже есть несколько видов, и дамасское, и болгарское. Они есть в абсолютных значениях, то есть прям чистые масла, но так как в них летучих соединений очень много, то есть они очень ароматные. И чаще всего производители двух видов, да, выпускают это в разведённом формате, ну, оно не теряет терапевтических свойств, просто... Менее концентрированные. Менее концентрированные, да, и абсолюты, это более, ну, это самые концентрированные масла, которые, стойкость у них просто колоссальная. Вот в этом основное различие. Ну, и, конечно, чтобы получить... Там не так много, ну, вот этих вот мешочков, да, с ароматическими веществами в растении, в розе. Вот поэтому её требуется очень много сырья для того, чтобы получить. Поэтому и цена у неё космос. Ну, и свойства тоже у неё, конечно же, космос. Роза считается высшим женским маслом. Масло, которое вот эта женщина и жена, и любовница, и хозяйка, и богатая, и красивая. То есть если хочется такой быть, такой себя ощущать, а как мы себя ощущаем, так нас другие видят, то капелька розы, хорошего масла розы, она вот это ощущение своей женскости, женственности, вот этой королевы, оно прям подарит. Ты начинаешь себя чувствовать так, начинаешь это излучать в мир, а люди, соответственно, считывают и говорят, вау, какая. Ну, это масло розы. А такой вопрос, который, наверное, волнует уже многих. Можно ли масла употреблять внутрь? Разные точки зрения. Вот, знаете, на большой аудитории я бы воздержалась от того, чтобы рекомендовать. Ну, есть те, которые смело мы можем употреблять внутрь, смело можно говорить. Это фенхель, это тмин, эфирное масло, это чайное дерево, ну, лаванда, ну, допустим, лучше не назначаем, но чайное дерево, фенхель, тмин, да, смело можно употреблять. Лимон. Лимон, конечно же, лимон, апельсин. Ну, мы же всё это кушаем, в принципе, это со стула ждали. Ну, опять же, да, через эмульгатор, там, либо на мёд, либо в молочные, да, там, ну, в кисломолочные продукты можно. Ну, смотрите, девчонки, а я же, например, ну, допустим, я варю суп, и у меня закончился какая-нибудь приправа, там, чабрец, например. Я же могу масло чабреца, условно говоря, в суп добавить? Да, эфирная гурманика сейчас вообще в тренде, то есть там разные рестораны, которые пятизвёздочные, да, они сейчас вовсю используют эфирные масла, и это прям тренд-тренд, да. Ну, вот мы недавно, мы для женщин встречи проводим, и недавно одна из наших участниц привозила манник. Какой был аромат? Там был лимон, она, как я, как мыла? И корица, масло эфирное, корица. А, нет, в шарлотке корица была, по-моему. Ну, корицу, она такая жгучая, знаешь, её есть только... Её добавляют, ну, то есть прям есть руководство. Ну, это же не бочковой какой-то объём, да, это, наверное, капелька. Ну, вот, да, она на манник, сказала наша Марина, говорит, на манник там 6-7 капель, по-моему, да, она вот в само тесто прям замешала. Аромат. Аромат был восхитительный, ну, прям как лимонный ты ешь пирог. Классно. Здорово. Какие? Давайте так, вот давайте уже, поскольку мы уже начали говорить, уже и говорим, разговариваем про воздействие масла, не только на наши какие-то болячки, да, но и вообще на нас, на самих. Давайте уже теперь про диагностику с помощью масел. Написана психология плюс ароматерапия плюс немного волшебства. Уже давайте, все хотят уже подробностей. Вот по каждому пункту, что это за такая аромодиагностика, как она проводится, и кто на неё приходит, вообще всё рассказывает. Аромодиагностика. Мы пользуемся в работе методом ЭДЭМ, энергоинформационной диагностикой эфирными маслами. Что это такое? Вот смотрите, есть наши тела, которые мы можем потрогать физические, да, наше физическое тело. У человека несколько тел, и мы сейчас поговорим о втором теле человека, эфирное тело человека или его душа, душа человека. Эфирное тело – это то, что мы не видим своими глазами, но именно оно является главным. Именно оно даёт команду нашему, мы же электрические машины, по сути, вот наше тело физическое. А эфирное тело, которое невидимое, оболочка вот эта, энергетическое, всё есть энергия. Да, оно не совсем невидимое, на самом деле. Ну, кто-то да, это и, конечно. Оль, я даже не стала про то, знаете, да, кто же в теме, что его уже, а видите, сама. Ну, я потом же сама вижу, да. Серьёзно? Да. Ой, ну вообще, вот свои мы люди, как-то хорошо. Вот, сейчас люди уже начинают видеть время, видите, меняется энергетическое тело. И именно энергетическое тело даёт команду нашему телу физическому. Грустить, в депрессию впадать, радоваться, быть счастливым, болеть или не болеть – это только команда нашего энергетического тела. Это же душа наша. И вот смотрите, в детстве прикладывали, Оля, листик подорожника к коленке разбитой. Ну, конечно, все прикладывали, все разбивали. Помогало? На тот момент, казалось, что да. Помогало, помогало. Ну, конечно. Примушишь и бежишь дальше. Конечно. Хромаешь, но бежишь. Да, это то есть мы взяли тело растения и приложили к телу человеческому, да, природа исцеляла человеческое тело. Так вот, эфирное масло – это душа растения, выжимка, да, из растения душа. И мы прикладываем ее в нашей работе к душе человеческой, к нашему эфирному телу, да, эфирное масло, эфирное тело человека. Когда наша энергетическая оболочка крепка, то есть наше эфирное тело цельное, тогда человек не болеет, тогда у него нет стрессов, тогда он чувствует себя жизнерадостным и веселым. Когда нарушается энергетическая оболочка? При стрессах, при отсутствии взаимодействия с природой, если мы не общаемся, не бываем на природе, да, то она ослабевает. Стресс, он прям моментально пробоину в теле дает. Электромагнитное излучение, которому мы себе подвержены, оно блокирует поступление, да. Чего оно поступление блокирует? Ну, короче, оно не способствует крепости нашей энергетической оболочки. Мы, по сути, все сейчас оторваны от природы. И эфирные масла, они нам помогают исцелить душа растения, помогают исцелить душу человека. И вот аромодиагностика – это 25 эфирных масел, определенных в работе. Человек приходит на консультацию, у него есть определенный запрос. Например, я не могу никак выйти замуж. Что происходит? Хочу личного счастья женского, там его нет. Либо я не знаю, куда мне двигаться дальше по работе. Где мое предназначение, да, чаще всего. Где мое предназначение. И мы даем ему понюхать 25 масел и просим человеку рассказать все, что он чувствует. После того, как он рассказал, как он ощущает каждое масло, вся картина его жизни, она уже перед глазами. То есть, где лежит проблема? Вот метод ЭДЭМа нахватывает все, начиная с детства до сегодняшнего момента. 25 сфер жизни масла показывают, да, и в зависимости от того, какая реакция, какую оценку человек ставит маслу, мы видим все его установки программные каких-то, да, там, из детства идущие установки. И человек, по сути дела, сам понимает, что мешает ему достигать целей своих. Почему волшебство? Потому что здесь, смотрите, например, есть у человека какая-то проблема, да, вот она не уверена в себе, женщина. Но она не понимает, почему. Когда-то она испытала какую-то боль, а наш мозг, он очень хитрый. Он берет боль и засовывает ее в подсознание. Конечно. Чтобы нас защитить от боли. Так вот, масла, тело же не обманешь. Если тебе масло неприятно, ты не сделаешь, вау, как мне нравится. Тело мгновенно, фу, да, вот мы сразу же отталкиваем. Ой, нет, нет. Нет, нет. Эди морщатся. Да, тело, оно показывает сразу же всю нашу реакцию, и оно показывает всю правду, наше тело. Масла, они говорят не с мозгом, который очень хитер, да, они разговаривают с нашим подсознанием, с тем, куда запрятана вся вот эта наша боль. И они буквально вынимают всю боль наружу. Человек говорит, он не успевает сообразить. Не нравится мне масло. Все. Он все про себя сказал. А скажи, какие ассоциации? Он начинает говорить, то есть из подсознания вот эта информация достается, вот она, на блюдечке. И мы уже можем понять, в какой момент это возникло, и в какой период времени его. Какая-то травма детства вылезла, психологическая. И затем, когда мы все это посмотрели, мы начинаем думать, как же, даже не думать, а начинаем спрашивать советы у растений. Ну, здесь такое... Это про волшебство уже как раз. Это про волшебство, да. Да, про волшебство, да. Человек может задать любой вопрос, и масло ответит. Наша душа точно знает, какое масло вытянуть, например, вот она спрашивает, а как же мне, как мне научиться себя любить? И вот она вытягивает любое масло, вдыхает его, и тут же видит, и ей прям показывает ее подсознание картину. Образы. Образы. То есть, что ей, она говорит, а, ну это вот, может быть, позволит себе сходить там кофе попить одной, позволит себе не дома убираться, а покататься на велосипеде, позволит себе съесть самый вкусный пирог, кусочек пирога, а не оставить его семье. То есть, забота о самой себе. И потом, в конце, женщина или мужчина, ну мужчины не очень часто. У меня есть вопрос. Мужчины бывают, но не часто в гости, да. Да, обычно, конечно, женщины, мы уже больше любим себе покопаться. И в конце она сама себе отвечает на вопросы, что же ей мешало. А оказывается, ей мешало, там, не любовь к себе, оказывается, там, ей мешали трудности во взаимоотношениях с мамой. И мы в конце назначаем ей масла, которые ей помогут, вот эту душу, да, то есть те самые листочки подорожника, то есть те самые масла, которые она приложит к своему эфирному телу, которыми она будет дышать три недели. И через три недели у неё она оглядывается и смотрит, что уже всё изменилось. Ну, это про волшебство. И здесь те, кто верит, это работает на сто процентов. Это проверено уже... Ну, вот я... Звучит вообще, как правда, как какой-то такой рассказ, какой-то фэнтези, да, немножко. Но, наверное, я сейчас даже не готова комментировать, просто потому что, видимо, надо это на себе всё ощутить. Пожалуйста, мы можем сейчас... Оль, мы можем задать любой вопрос, да, вы можете задать вопрос и взять масло, ваша рука точно знает, какой из масел вытянуть, и всё, сама себе ответить. Я могу... Я могу... Его надо вслух задавать. А-а-а! Ну, понимаете, да, для того, чтобы вообще вот в это идти, нужно быть готовым к честности, да, с собой. Конечно, да, 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 да. Не все готовы признаться себе в определённых моментах в отношении себя самих. И человек, который, конечно, на диагностику пришёл, он как... Стоит сам перед собой голый. И такой, ах, вот я какой, оказывается. И потом начинается вот эта стадия принятия. Ну, да, я такой, так, а что я могу сделать, чтобы это поменять? Это довольно глубокая такая работа. То есть это не... Это правда психология. Такая глубокая, серьёзная психология. Но она меняет жизни людей до неузнаваемости. То есть люди... Вот я хочу попросить вас, почему девчонки променяют жизнь людей до неузнаваемости? У меня взрослый слушатель. Они уже люди, которые прожили половину жизни. И больше половины жизни даже многие прожили. И, конечно, это уже как бы состоявшаяся жизнь. И они, у них... Хочется, чтобы это был возраст счастья уже у них, да? Когда уже многие проблемы решены. Когда уже дети взрослые. Когда уже внуки взрослые. Но вот вдруг человек... И в таком же возрасте иногда хочется что-то поменять. И зрелому человеку не всегда... Вот он думает, что-то какое-то вот... Вот вроде бы, знаете, я... Особенно... Здесь это счастливы сами по себе часто. Они полетел, побежали. Он всё там растворился в этом окружающем эфире, опять же. Полном, да? Полный счастья. А взрослый человек... Посмотрите, какие грюмые лица у нас, девчонки, по утрам. Это правда. Вот они тут-то едут так вот. Я помню, едут из Черногорска. В Абакан я, потому что Черногорская тоже. Я же из Черногорска. Ага. И, значит, и вот просто сидят люди очень угрюмые. И я, ну, прямо такие вот, прямо вот с такими лицами, как будто их... Как будто они в театре прям играют. Вот самых злых на свете людей. И я начинаю улыбаться. Просто. А напротив сидит товарищ, который приехал к нам со Средней Азии. И он думает, что я ему... Заигрывает, а? И сидит. Такая картина была очень интересная. Начинает тоже улыбаться, так стесняется. И думаешь, ну, что такое? Ну, в конце концов, ну, как-то так вот, да? И правда, иногда хочется, чтобы эти люди... Да и, собственно, я к себя тоже, наверное, не отношу к тем, кто вот прям там вот так вот всё время на счастье как-то живёт. Хочется, чтобы человек немножко что-то, может быть, понял, да, и поменял. И вот взрелые люди. Бывает такое, что совершенно приходит человек, он, наверное, профессию меняет, может быть, работу, я не знаю. Какие-то семейные проблемы решает. Именно вот такие уже в возрасте когда. Вот что я могу сказать, знаете, такие женщины приходят нечасто. Ну, потому что на самом деле мы... Вот смотрите, сразу вы пока рассказываете, да, мне идёт вот, чем можно себе помочь, да, человек, который уже прожил там половину жизни, например. Это обязательно апельсин, который хочешь, не хочешь, у тебя заставит радоваться. Ну, Новый год все помнят, да. И масло розмарина. Вот вы говорите, а мне прям говорят, розмарин, скажи про розмарин. Смотрите, чем старше мы становимся, тем менее мы становимся гибкими. Да? Наше мышление... А почему мы становимся? Почему тело... Не только в костях. Конечно. Не только в костях, только в суставах. Это первично. То есть, смотрите, почему становится тело негибким? Я уже сказала, что главное – это эфирное тело. То есть, наша душа, вот эта оболочка, которая даёт команду телу быть вот, ну, негибким, да, таким, ригидным. Почему? Потому что сначала в голове в нашей оседают установки. Вот это хорошо, это плохо, это правильно, это неправильно. Чем дольше мы живём, тем более мы укрепляемся в установках, тем менее мы становимся гибкими в мышлениях, мы более категорично становимся. Закостенело эфирное тело, закостенело вот стало наше тело физическое, автоматическое. То есть, всё начинается с головы. И потому, если хочется что-то изменить, да, и, ну, элементарно, конечно, работа глубокая, вот эта большая, длительная, она и с возрастом становится всё труднее работать. Хотя вот такие случаи были, прекрасные случаи, когда женщина с консультацией вышла прям, о-о-о, что серьёзно, всё так просто в этой жизни? Ну, это про волшебство, да, опять. Но если вот, чем можно себе помочь дома, например, сейчас, да, это элементарно масло розмарин, которое, если тело негибкое, если там, допустим, молодёжь, там, после тренировок устало тело, да, у человека, он капает его в базовое масло, ну, любое жирное, там, оливковое, кокосовое, растирается, тело становится более гибким, все вот эти вот зажимы, они уходят. И если мы на уровне психики говорим, то просто берём шампунь, капаем капельку эфирного масла розмарина, ну, это самое элементарное, что можно сделать. Вот моём голову и говорим, да, жизнь-то классная, жизнь-то прекрасная. Розмарин очень классно на тонком плане гоняет таракана в голове, да. И вот на розмарин очень большое количество возрастов женщин, с которыми мы работаем, что Оксана, Марина, как классно работает розмарин. Я реально начала меняться, начала менять мышление, потому что мы не знаем, где хорошо, где плохо на самом деле. И это такие понятия, не существует этих понятий, хорошо, плохо, правильно, неправильно. У каждого своя правда и своё правильное, неправильное, хорошо и плохо. Розмарин просто взяли элементарно и меняем установки. Моем голову вот шампунем, буквально одну капельку вот в порцию шампуня, да. Можно апельсинчик даже добавить. И вот ты уже вышел жизнерадостный и думаешь, а может быть, как-то надо пересмотреть свои убеждения. Может быть, на самом деле это всё не так, как я думал. Но это вот то, что можно себе помочь вот прямо сейчас в домашних условиях. Если мы говорим про возраст, когда мы уже прожили большую половину жизни. Ну и вообще ещё я скажу, да, есть такие, извините меня, зрелые люди, которые очень-очень активные, да, и улыбчивые. И, конечно, с ними легче работать, нежели с теми, кто живёт в печалях, кого жизнь не радует, да, кто... Ну это чаще всего те люди, которые перекладывают ответственность на кого-то, что вокруг-то кто-то виноват в том, что происходит, что вот там нам неправильный закон приняли, это всё они, но не я, которые не видят себя причиной всего, что происходит в их жизни. Ну, потому что так легче. Так легче, да, конечно. Кто-то виноват. Свобода, воли, как мы любим говорить. Прежде чем родиться заново, мы умираем. Написано у вас в одном из постов. Да. Это о тех, видимо, кто доверился и пришёл на консультацию. Правильно? А ты вообще, то есть, почему, прежде чем родиться заново, мы умираем? Ну, смотрите, вот да, мы сейчас как раз говорим о том, что с возрастом становится всё труднее, Оль. Для того, чтобы родиться заново, нужно вот эти свои все установки, которые есть. Когда ты точно решил, вот я знаю, что это хорошо, это плохо. Это нужно всё похоронить. Умереть, то есть, смотреть в себя честно, да, так это же я всё выбрал. То есть, всё, что происходит в нашей жизни сейчас, на момент, вот на сегодняшний день, даже любые болезни, это же результат нашего ежесекундного выбора. Это же мы выбираем так, потому что нам хочется кому-то угодить быть хорошим для коллег, быть хорошим для супругов, быть хорошим для друзей, но не для себя. Мы же очень редко думаем о себе. И когда начинаешь копать на консультации, да, в чём дело-то, человеку больно смотреть, больно признать, что так это же я привёл себя к этому, это же я, причина всего есть. И боль эта, она равносильна смерти. И неизбежно это происходит на консультациях, потому мы всегда говорим, мы не для всех, потому что не все готовы к такой честности, вот к этому, к обнажённости перед самим собой. И это значит просто сказать честно всему, да, а это по силам, честно скажу, единица. Но тем, кто смог это сделать, у нас сейчас существует, мы недавно организовали сообщество волшебников, так и назвали, потому что это правда про волшебство, называется оно «Забава». И там мы набрали 50 человек в группу, закрыли её, и там мы работаем. И проходим разные этапы. Там, и все идут через свои установки, через боль. И люди начинают себя открывать, они начинают к себе прислушиваться, они начинают себя восторгаться собой. Да я же какой же классный, правда, что сбрасывается чувство вины, вот это вот навязанное там. Хорошие девочки так себя не ведут, мальчики не плачут. Как тебе не стыдно? Как же девочка? Как тебе не стыдно, ты же мальчик. Как тебе не стыдно, это вот просто причина всего. Вина и стыд, это вот то, что людей приводит в итоге к такому состоянию, о котором мы сейчас говорим, да, когда человеки угрюмые, когда вот они такие едут, это всё вина и стыд, эти программы. И мы с ними работаем, снимаются они, конечно. Это базовые программы, да, которые опираются все решения в жизни, всё-всё-всё. Всё, ой, я так сделаю, а чё подумают? А что думают другие? А я вот так, ой, как-то стыдно сейчас там выйти, сказать что-то, как мне хочется, да. Ну ладно, хочешь мороженое, да, например. Да не, не хочу, хотя на самом деле хочу, но вот я сейчас скажу, что хочу. Чё-нибудь подумают. Чё-нибудь подумают. Вот, и вот эта мысль мешает, вот ты хочешь есть, спрашивает гость. Да мне как-то неудобно. А гость говорит, да нет, нет, не хочу, хотя сам голодный, как волк. Он только с работы и думает, сидит. А женщина-мужчина, она думает, а почему он не понимает, что мне нужно вот платье? Я же ему намекала уже сто раз, да. А куда-то стыдно? Сказать просто стыдно. Вася, купи мне вот это платье. Думаешь, что меркантильное вдруг, да? Да, 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 да. И все эти вот такие вещи. И когда мы день за днём много-много лет вот так живём, предавая себя, да, по сути дела, ну, будучи нечестным с собой, оно всё уходит потом на физику. Все наши ментальные установки, они, если они переходят в хроническую форму, они проявляются на физике. Ну да, начинаются. Ну, это психосоматика вся, да, построена. Почему человек рождается заново, да, это когда вот этот шелушек эти снимаешь на липшие за годы, снял вину, снял стыд, снял программу недостойности, да, вот это обесценивание своей жизни, я неценный, я ничего не стою, другие лучше, а я вот такой вот маленький, бедненький, несчастненький. Ты это снимаешь человек, и такой, мы же все есть свет, такой обнаруживается цветок из свет от человека, он смотрится на свет, думает, какой же я на самом деле классный. И он буквально ощущает вот это вот себя новорожденное. И люди, у них загораются глаза, они начинают хотеть жить, и говорят, ой-ой-ой, как бы все успеть, как бы все успеть, все это познать, себя познать. Ну, это вот основа людей, помогать людям переродиться, помогать. Мы занимаемся даже не ароматерапией, а исцелением человеческих душ. Если человеку нравится аромат лимонов, он очень-очень хочет жить, но в настоящее время не живет. Что там происходит с этим человеком? А это вот как раз про аромодиагностику. Да, вот диагностику, я поняла, что диагностику. Да-да-да, то есть человек вытянул масло лимона и говорит, господи, как оно вкусно пахнет, какой восторг. Это такое очень-очень сильное желание жить человеком. И когда вот оно прямо гипертрофированное, то есть такое прямо... Мелиссу. Мелиссу дала, ну вот. Мелиссу, это мелисса. Нравится? Ну вот такое масло, кстати, мелисса, оно такое противоречивое. Я к мелиссе отношусь. У меня был начальник, который мы в свое время, когда были вот эти эпидемии, и мы там тоже себе вешали какие-то там аромовасла. Я помню, мелиссу накапала. Вот я же говорила уже про мелиссу, что у меня было масло. Тоже мелиссу накапала. И он меня говорит, господи, ну пожалуйста, ну я тебя прошу, ну убери ты его. Ну пожалуйста, мы расскажем. Не убери, не убери. Короче, вот это масло мелиссы, именно мы, наверное, не знали, не зря его капала. В общем, масло мелиссы, это масло редко кому нравится. Это масло отвечает за наши страхи, за нашу тревожность, когда человек боится заболеть страшной болезнью, боится смерти. И даешь ему мелиссу, и они вот так вот в большинстве случаев человек у него отвращение вызывает, потому что у нас у всех есть какие-то страхи. Лимон же наоборот, он вызывает желание жить. Мелиссу масло страхов. Ну ты перепутала. А лимон это масло жизни, и человек хочет жить. Но когда желание жить сильно-сильно, сильное-сильное такое, да, прям гипер-желание жить, это значит, я хочу, но не даю себе этого сделать, что-то его держит. И я начинаю смотреть, да, задаю вопрос, а что тебе мешает-то жить? И там мы обнаруживаем методом другие. Сейчас я дам такое безопасное олимасло, чтобы это... Антон, так вот уже накапали масел. Ольга, сейчас капну маслом, не знаю, знаете, с чем ассоциируется масло? Оно безопасное нам на большую аудиторию, здесь никаких провокаций нет. Как оно? Что-то представляете, твой образ видите? Ну, что-то очень приятное на самом деле. С чем ассоциируется? Ну, может быть, с весенней какой-то прогулкой, может быть, не знаю, с весной. Да, это знаете, о чем говорит? Это масло на самом деле апельсин. Ну да, апельсин. Оно такое, вот поскольку у меня тут уже милиция, видимо, оно немножко заглушает. А вообще, ну да, апельсин. Вот, апельсин, то есть, что я могу сказать, вас порадует именно весенняя прогулка, доставляет вам радость. Я иду по улице, радость, то есть, ну, то есть, апельсин показывает, человек прям рассказывает. О, Новый год, мандарины, апельсины, как хорошо, как в детстве. Это говорит, что человек радуется, для него радость, это как в детстве, как он был с мандаринами и апельсинами. А бывает и так, что апельсин не нравится. То есть, мы же не даем... Или лимон не нравится. Да, мы же не даем человеку масла, ну, не говорим, что он нюхает. И бывает так, что он говорит, какое отвратительное масло, на лимон такое, помню, у меня было. Я себя вижу в тайге, я иду по какому-то бурелому, я не вижу вообще конца. Это на лимон говорит человек, да, вдыхая масло лимона, но не зная, что это лимон. И, а лимон – это масло жизни, одно из самых главных масел в аромодиагностике. И таким образом нужно бить тревогу. Не нравится лимон, когда вот слепую понюхал, это значит, что ты сейчас не хочешь жить. Ты не живёшь свою жизнь, ты от всего устал. То есть, человек, он начинает смотреть уже не в сторону жизни. Человек находится в депрессии. У него глубочайшая депрессия. Как диагноз. Да, и потому вот если на лимон такая реакция, значит, дела, звоним во все колокола. Ну, смотрите, раз мы диагностируем человека, да, и вот мы его диагностировали, и мы выяснили что-то, да, то вот депрессия, допустим, ну, человек или, допустим, или в расставании, в разводе находится, что часто сопровождается тоже такой безвылазной депрессией. Тут ещё… У нас же как? У нас проблемы бывают не одна, они такие дуплетом, а то ещё и в тройничке приходят. Да, конечно. Детонка там рвётся же, это поговорка не зря говорится такая. И ты когда-то понимаешь, что у тебя со всех сторон как будто бы… Вот какие-то… Как будто тебя… Ты идёшь по тёмному переулку, у тебя окружили такие какие-то страшные существа, и со всех сторон ты понимаешь, что ты что-то… Они в угол тебя просто сжимают, да, и такое состояние у человека психическое такое. И что… Хорошо, мы выяснили, что человек не хочет жить. Что мы ему рекомендуем? Что мы ему рекомендуем? Ну, мы, конечно, смотрим методом, что мне поможет, то есть в чём истинная причина, там, например, какая-то травма или… А, мы продолжаем, да, 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 то есть мыслом… Да, то есть мы копаем до тех пор, когда не найдём прямо истину, мы смотрим в самую глубину, получается. И вот почему, кстати, почему у людей неприятности валятся одна за другой, да, вот, и это заболело, и это заболело, и на работе проблемы, и тут что-то ещё. Это обозначает только одно. Если тебе плохо, ты идёшь не туда. Да. Значит, ты идёшь не в соответствии с желаниями своего сердца, своей души. Сейчас же время поменялось, сейчас только вот как просит сердце, так и нужно делать. Да, трудно, но тут либо перестраиваться, либо будут вот такими неприятными ситуациями давить. И как вот, например, крайняя такая точка, когда человек оставит перед выбором окончательным, живёшь ты или не живёшь, да, онкологическое заболевание даёт. Вот сама случайная вера на него, кстати, у нас указывает. Если, почему, например, в онкобольницах, да, столько женщин, и все говорят, такая хорошая женщина, ну за что ей болезнь такая дана, да, ну почему так? А почему так происходит? Да потому что эта хорошая женщина, она хорошая для всех, но не для себя, и она не живёт в соответствии со своими желаниями, чего хочет она. Она даёт свою жизнь другим людям, ну кому угодно, там детям, мужьям, кому угодно. И тогда ей просто говорят, ну не нужна тебе твоя жизнь, ну хорошо, хорошо, значит, она тебе болезнь, и либо ты пересмотри, выбери себя в итоге, и начинай всё-таки больше внимания уделять себе, ну либо пора на перевоплощение и снова в первый класс за первую, за парту. Можно вот, я сижу сейчас, думаю, можно верить в это, не верить, но, девчонки, нам так в жизни не хватает немножко волшебства и сказки, правда? И вообще вот эти вот вещи, которые вы сейчас говорите, вот если рассматривать их с точки мира понимания в целом, да, наверное, они отвечают практически на все вопросы. А когда мы начинаем копаться с точки зрения медицины той же традиционной, да, то мы на многие вопросы просто не находим никаких вообще... Медицина, она со следствием работает, не понимая причин. Да, да, да. Я сейчас вас спрошу о масле таком, которое часто человек встречает, и от которого часто люди, я знаю, убегают. И в связи с этим очень много прирождается предрассудков и примет каких-то, ну таких. А очень часто люди не могут находиться долго в церкви, потому что там был ладан. Тема нашей работы в забаве сейчас. И они, они, эти люди начинают думать, ну, наверное, на мне порчат, ну, в лучшем случае, да. Другие думают, что, может быть, вот, ну, в старину думали, что ведьмы не могут находиться там, значит, вот черной магией занимается какой-то человек или еще чего-то. Вообще, на самом деле, масло ладан очень сложное. Что оно там, вот, расскажите немножко кому, чего. Масло веры, масло доверия. И когда человек говорит, там, кто-то меня сглазил, на самом деле, что делается-то? Он просто сам ответственность переложил за свою жизнь на другого. Если что, то во всех моих неприятностях это ты меня сглазил, там, это этот меня сглазил, там, да. Вини кого угодно, но только не себя. На самом деле, масло ладана – это волшебное масло. Это масло веры нашей, да, веры, оно наносится на область сердца. Это масло тоже онколог, который как раз тебя направляет. Какой твой истинный путь, да, предназначение любого человека – быть счастливым, любить, жить и радоваться. И масло ладана, оно помогает поверить своему собственному сердцу, да, услышать свое сердце. И оно принимается и внутрь, оно и в чистом виде, да, намазывает вот так же на кожу. Оно прекрасно работает в косметологии. То есть это масло, которое наравне с чайным деревом должно быть, я считаю, что в каждом доме. Хочешь что-нибудь добавить про ладан? Вообще, это масло вот у нас каждый месяц в забаве, вот в этом сообществе волшебников, да, у нас тема. В прошлом, в сентябре у нас была тема самоценности, сейчас мы работаем с верой. И вера, мы говорим не про религию, а мы говорим про веру, как веру вообще самому себе в первую очередь. Не перекладываем ответственность на кого-то там. Себе, Богу, миру, я не знаю, всему, что есть просто. Вселенной. Это твое позволение, да. Ну, то есть поверишь, увидишь, да, знаете. Да, вот так, ага. Про некоторые ароматические, скажем так, уловки. Правда, что масло базилика очень любят разбрыскивать в каких-нибудь супермаркетах, а для того, чтобы человек совершал больше покупок. Почему? Интересно. Ни разу не слышала, но взаимосвязь можно, да? Базилик вообще интересное масло. Вот вы такие масла выбираете, прямо вот не зря у нас эфир, для себя много откроете, да? Но базилик, не знаю, почему в супермаркетах, да, базилик – это масло, называется маслом взрослого человека. Если мы говорим про энергетическую работу, да, энергетические свойства. И когда вот мы в прошлом, на сентябре, надо же, как темы все перекликаются. В сентябре мы работали тема самоценности. Это масло, которое помогает оценить себя. Это масло, которое помогает сбросить ложное чувство вины. И вот эта вот хорошая девочка, да, хороший мальчик, правильно-неправильно, и как тебе не стыдно, про вину и прочее. То есть оно помогает избавиться от чувства вины, оно помогает оценить себя, оно открывает третий глаз. Мы его мажем вот сюда, в область третьего глаза. То есть что такое третий глаз, да? Интуиция наша, видение чего-то, способность предвидеть. Оно жгучее нужно аккуратно. Это масло обладает очень мощными антибактериальными свойствами. Оно равно антибиотика. Но внутрь его прям по таким строгим назначениям нужно. Его самовольничать здесь не рекомендуется, потому что он сгущает кровь. Вот военно-полевых условиях базилик прям на рану, как кровоостанавливающий, обеззараживающий. Оно самое, наверное, такое... Очень мощное масло. Мощное по антибиотике. Если брать про супермаркеты, ну тут может быть взаимосвязь, наверное, только в том, что... Человек заходит, да, человек недостоин, чтобы там что-то носить. Возможно, да, это... Но я ни разу не встречала. Я тоже не встречала такое, ну да. Я знаю, что пачули – это масло... Денег, физических удовольствий. Денег, ну, к земных удовольствиям всех, да. Ну, оно правда, оно роскошное по запаху. Я не понимаю людей, которые морсятся от пачули, потому что это масло, которое... Ну, не знаю, это и парфюмы, которые у нас там, и у нас и старый люкс, школьный особенно. Чаще всего масло пачули не нравится тем, кто не умеет получать удовольствие. Либо там самозапрет, да, какой-то есть со стороны психики. Либо было физическое насилие, может быть, когда-то в прошлом очень чётко указывает пачули. Да, сразу же, если там оно очень резко не нравится, можно покопаться там. Ну, вообще, вот интересный, кстати, был случай. У нас в Черногорске я хожу в определённый магазин, и там есть консультант женщина. Я когда прихожу, она говорит, вы опять пачули пахнете. Я говорю, ну да, нравится. Она говорит, мне очень нравится. А вот другие говорят, фу, каким-то мужиком потным пахнет. Фу, какое мерзкое масло. И ты по реакции человека на масло пачули, ты можешь о нём всё сказать уже. А я говорю, как вам-то? Она говорит, оно такое прекрасное, оно пахнет деньгами. С точки зрения аромодиагностики, о чём это говорит? О том, что она очень хочет денег, но до такой степени хочет, что желание очень сильно, и ей их не хватает. То есть вот просто дал человеку флакончик с маслом, и ты про него всё рассказал по реакции. Те, кто говорят фу, это значит, вот у них, ну, как вот Марина сказала. Ну, какие-то самозапреты есть, либо, ну, травмированность. А мужчина-женщина масло, афродиаки, ну, уже несколько мы упомянули, потому что пачули это, конечно. Пачули, роза, иланг. Иланг. Ну, иланг вообще, да. Ладно, о всех будешь говорить, мне не хватит никакого эфира, мне кажется. Да. Ну, афродиаки это роза, пачули, иланг, жасмин, нероли, такие вот самые-самые. А пальма-роза нет? Ну, в диагностике не используем, но я думаю, что тоже, она же чем-то с геранью, да, схожа, роман, пальма-роза. Да, схожа, схожа. Ну, масло герани. Она так и называется турецкая герань, по-другому, по-моему, да. Масло герани, ну, и я так полагаю, что и пальма-роза, и я бы его всем женщинам, которые уже такого зрелого возраста, прям рекомендовала бы иметь дома. И в крем, вот я уже говорила, да, и когда хочется, когда ты сама мама-мама, бабушка там вся в заботах, ты просто берешь, иногда хочется со мной уже быть девочкой, дочкой побыть. И ты подышала маслом герани, и у тебя возникает ощущение, что тебя сама мама окутала своими объятиями, этим заботливым. И плюс и гормональный фон, она тоже очень классно работает с гормонами. Хранитель вашей женственности, дорогие радиослушательницы и зрительницы, это масло герани, ну, и вот девочки говорят, что и пальма-розы. У нас буквально остается минута четыре уже до конца, и мы две минуты еще можем поговорить, наверное, о миксах. Миксы применяете у своей работы? Да, конечно, смешиваете. Смешиваем. И даже делаем духи, ну, то есть после аромадиагностики, да, у нас, ну, часто бывают запросы, что, ой, я не хочу вот это вот все накапывать, а сделайте мне вот такой аромат, я его раз и сразу. И дышу, да, и мы, конечно, на такие так себе смотрим, на такие уловки, потому что, когда ты, если ты работаешь с маслом, ты понимаешь, для чего каждое масло, ну, это такая своеобразная, как медитация, да, направленность внимания равной энергии в определенные действия. А так, да, любые миксы мы открыли для себя еще абсолюты из других стран, ну, это прям, они не эфироносы, но тоже имеют очень полезные свойства. Такие моноароматы абсолюты, там, сандала, удовых всех деревьев, даже грибов, трюфеля там и так далее. С ними получаются удивительные по красоте ароматы. А я бы, знаете, что хотела предложить, Оля, раз у нас заканчивается передача, мы говорим сегодня про волшебство, и нас смотрят, я так понимаю, зрители, зрительницы. Давай этот совет дня зрителям вытянем, как это работает, волшебство-то. Давайте. Ну что, мы просим совет на сегодняшний день для наших зрителей и слушателей, как работает у нас. Душа точно знает, сейчас моя, что нужно посоветовать всем зрителям, да, нашему всему сложившемуся здесь полю общему. Держи. Это масло мелисы. Это масло мелисы, понимаете? Масло тревог и страхов. Что ты увидела? Я не успела сильно ничего увидеть, но тут просто как понимание, да, что нужно бояться не жить. Да. Вот, ну, если услышать, да, точнее, нужно быть смелым, чтобы идти жить свою классную жизнь, полную радости, удовольствия и всего остального. Да, а наши тревоги и страхи – это всего лишь наши программы, которые когда-то нам предложили, наши установки. И потому совет всем максимально честно с собой и всё же любовь, бережность к самим себе. И когда мы любим себя, и когда мы к себе бережны, и когда мы слышим, чего мы на самом деле хотим и не пытаемся угодить другим, тогда волшебным образом наша жизнь начинает меняться, и человек начинает чувствовать себя счастливым. Да, есть нюансы, не всем это нравится, там, людям, тем, кто привыкли к тебе хорошему. Но когда ты выбираешь раз за разом себя, тогда ты через какое-то время обнаруживаешь себя совсем в другой реальности. Встретиться с самим собой иногда очень сложно. Потому что если мы вспомним фильм «Матрица», то Нео, который дрался с мистером Смитом, когда оказалось, что он дерётся сам с собой и побеждает сам себя. Девчонки, спасибо вам, спасибо за сегодняшнее волшебство, которое вы правда смогли здесь создать. Очень о многом смогли мы поговорить. Каждому человеку, который нас сегодня смотрел, конечно, самому решать, как ему жить. Верить ему и в это или не верить. Но если есть дорога к волшебному какому-то, замку волшебных фей, я думаю, что её нужно проложить. Друзья, это была программа «Городские этюды» в эфире канала «Бакан-24». Работала для вас Ольга Калмогорова. Речь шла об эфирных маслах. У нас были в гостях Оксана Валькова и Марина Оленикова. Они ароматерапевты и диагносты по эфирным маслам. Всем, кто нас слушал, смотрел, спасибо большое и хорошего вам дня. Напомню, у нас сегодня в 16 часов психолог Татьяна Новак, о которой мы тоже будем говорить о психологии. Без эфирных масел плохо, но всё равно о психологии. Всего доброго, всем хорошего дня.